В совещании по переподчинению порядка 40 народных вооруженных освободительных формирований под командованием народно-освободительной армии, командующей которой является Стрелков Игорь Иванович, который находится сейчас в Донецке, окруженный порядка 10 тысяч личного состава, тысячу единиц бронетехники, установками гряд, самоходными артиллерийскими установками «Гвоздико». И хочу предупредить, что если в течение нескольких часов от Донецка не будет отогнана военная техника, бронированная, личный состав и так далее, я за свои действия не отвечаю. И мне уже не важно, будут там срочники, молодые пацаны по 19 лет, или пожилые профессионалы, а особенно частные военные компании, которые присутствуют на территории Украины. Простите, уставшие я не могу заговариваться. Переговоров ни с кем не будет. Кроме представителей народной власти с каждым городом, действующих мэров и так далее, начиная от Львова, Ужгорода, Черновцова, Франковска, Кернополя, Хмельничины, Винничины, Киева и так далее. С тем списком, который в интернете висит, предатели украинского народа, убийцы и преступники, 16-17, потом суд разберется, сколько их там человек, переговоров никаких не будет. Если техника от Донецка не будет отогнана на 20-30 километров, не будут сняты блокпосты, все будет сожжено и уничтожено. Разведгруппы диверсионные у меня уже есть. Тяжелое вооружение есть. Я хочу еще раз сказать, давайте мы не допустим для того, чтобы хотя бы один, не солдат, не мирный житель все-таки не боится. Давайте мы будем работать все вместе на месте. Я всех призываю. Я за. Прислушайтесь к голосу, к своей совести. Скажите, может быть какое-то время для молодых солдат, что... 4 часа с этого момента. Да. По месту не будет? 9 часов по месту. Ну и вы, если можно, как можно после этого эфира. А вы можете целиком сказать, я даю там 2 часа, чтобы они покинули свои позиции. Если можно без сигаретки, то это уже не будет. Телевидение, да. В случае, если... От Донецка, Мариуполя и других городов, где есть наши силы и вообще народное сопротивление, не будет отогнана бронетехника, не будут убраны блокпосты так называемой законной власти. Повторяю, так называемой, то есть хочу сказать, незаконной власти. У меня хватит сил и средств. И командующий меня сегодня в этом поддержал. Все это будет уничтожено и сожжено. Разведывательные диверсионные группы готовы к выдвижениям. И некоторые уже стоят на позициях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!